Здравствуйте, уважаемые студенты Самаркандского государственного института иностранных языков, кафедра общественных наук и я, преподаватель гуманитарных дисциплин истории Узбекистана, Мавляков Глубек Саид Касымич, начинаем с вами второй семинар истории Узбекистана. Сегодняшний второй семинар. Тема «Появление ранних государств на территории Узбекистана и этапы их развития с древности до IX века». Ознакомимся с сегодняшним планом. Древняя Сагдиана, Древняя Бактрия, Древний Хорезм, История культуры Хорезма, Государство Кангха, Государство Давынь, Образование Кушанского царства, Государство Селихидов, Древняя Бактрия и Древняя Бактрия. Если рассматривать у нас Хорезмское государство, то исторические культурные памятники свидетельствуют о том, что на территории нынешнего Узбекистана в древние времена возникали различные города государства. И они были укреплены в первую очередь крепостными стенами. В них находились внутренние крепости, правители, торговые дворы и ренемесленные ряды. По свидетельству древнегреческого ученого Геродота, вдоль береги Окса, мы с вами знаем, что Окс также именуется с греческого как Амударя, его также называли Араксом, насчитывается более 360 оросительных каналов и ирригационных сооружений, по которым вода подавалась в безводные районы для оросления земледелия. Если рассматривать греко-римские, если рассматривать у нас также источники, то мы с вами знаем, что Хорезм назывался Хворизан, Хворазмейш, Хоразмияк. Это у нас рассматривается его старое обозначение. В древнем Хорезме развивалось скотоводство. Из драгоценных камней и месторождения, которых находились в горах, изготавливались различные ювелирные украшения. Бактрийское государство. В Бактрийском царстве, а мы с вами знаем, что Бактрийское царство появляется как царство в VII веке до н.э. В ее состав входило Маргияна и Сагдиана. Древняя Бактрия берет сегодняшние образования Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Также мы с вами знаем, что бактрийское государство к числу больших городов относились такие города, как Афросия. В VIII-VII веках до н.э. на востоке Самарганда. Кызылты-Парк, сегодняшняя Сухандаринская область. Еркурган и Узунгыр – это территория Кашкадаринской области. В анимированной карте вы можете увидеть главных соседов, главные города Бактрийского царства. И ее значимость и торгово-культурных отношений с соседним Ушанским царством. Этим городам датируется 2500-2700 и далее – 3000 лет. Столицей государства Бактрий был город Бактрий. Мы иногда его называем Зариас. Его окружала мощная оборонительная стена. Здесь было много оазисов, крепостей, развивалось земледелие. Население в основном занималось ремесленничеством, садоводством и земледелием. В Бактрии добывались золото, разнейшие и ценнейшие металлы. Бактрия вела очень хорошую многогранную политику с Китаем, Индией, Египтом. Добыча драгоценных металлов способствовало развитию Бактрии ювелирного искусства и художественного ремесла. Афра-Сиат я уже вам дал информацию. Дальше мы можем… Ер-Курган вы получили информацию. Кюзель-Кирк получили. Сан-Кыр-Дипа – древние города, территория нынешней Кашкадаре. Как я вам сказал, мы его можем назвать и Кызл-Дипа. Мерф – древнейший город, расположен на территории современной Туркмении. Давайте поговорим с вами о государстве Канг-Ха, Даване и Акушанском царстве. Канг-Ха. Канг-Ха появилась с 3 века до наше, по 3 веке наше. Основные города государства Канг-Хи находились вдоль реки берегов Сырдарей. Основные сегодняшнего государства Канг-Хи – это Ташкентская область, Акурганский район. Мы с вами знаем, что именно переход южной части Великого Шелкового пути, а также главествующая северная часть, способствовала междоусобных войн с Китайской империей. Государство Канг-Ха является одним из больших форматов междуречия. Здесь у нас основные города, как было вышесказано, проходили вдоль реки Сырдарей. В PowerPoint-презентации вы можете ознакомиться с воинами государства Канг-Хи. Основной экономикой являлось сельское хозяйство. Здесь преобладало ирригационное землетелие. Широко распространялось садоводство, огородничество. В основном она поставляла кожу, шерсть. Канг-Хи строили большие укрепления, цитадели, городские храмы, торговые и ремесленные кварталы. Чеканилась своя монета. И, как было вышесказано, это государство исчезло в третьем веке нашей эры. Вы можете также о ней информацию получить, как древние Канг-Ха, Канг-Гиз, Канг-Гюй и Витьяне. Давай, Паркана. Давай предположительно появилась тоже в третьем веке до нашей эры, до второго века нашей эры. Экономическому процветанию способствовало, что 70 городов неполчих и малых сиреней составляли ячейку государства Дабанья. Столицей государства был город Буйшуань. Во главе стоял правитель. Его назначал и смещал совет старейших. Особенно выделялось здесь семена люцерны, виноград, виноделие. Далее идет у нас государство Селевкидов, Парфия и Грего-Барфия. После смерти Александра Македонского в 323 году, 13 июня, в результате малярии, между его войнами началась междоусобная война. Мы с вами знаем, что государство Александра Македонского разделилось на три части. Египетское, Македонское и Вавилонские царства. С 323 года до нашей эры, по 312 год до нашей эры была война. И здесь победил Селевк. Он был стратегом. И в честь него образовалось государство Селевкидов. Селевк был женат на дочери Спитамина, Апами. В 293 году он назначает своего сына, Антиоха, следующим правителем. И Антиох тоже очень хороший след оставил в историографии, правившей практически чуть меньше 20 лет. В начале 3 века на территории Средней Азии напали кочевые племена, в результате чего были разрушены некоторые города. Александрия Эсхада, она же Крайняя, сегодня это Хаджет. Александрия Маргиянская, Мерв. Эти города затем были восстановлены Селевкидами. Ряд крупных политических и социально-экономических событий в жизни народов датируется нам, что после Антиоха становится уже правлением Евтидема. Но Евтидем никаких значимых следов в истории Селевкидов, в истории Парфянского государства не оставил. Можно считать справедливой мысль о том, что время вхождения в Среднюю Азию в составе Селевкидского государства связано в первую очередь с правителем Деметрием. Деметрий разрушил греко-македонское нашествие. Он подчинил бактрийцев, сагдийцев, и он ввел очень ожесточенную борьбу с соседями. Далее мы с вами знаем, что известный ученый масон утверждал, что Каракумы – это колыбель Парфянского царства. Известно, что племена дарков в IV веке до н.э. входили в состав Парфянского государства. Древняя Парфия занимала территорию нынешней Туркмении и часть Ирана, сегодняшняя территория Ашхабата, Старые и Новые Ниссы, а также они были центрами Северной Парфии. Социальная структура Парфии состояла из четырех прослоев – знать войны, легковооруженные всадники, свободные общинники и крестьяне-рабы. Парфянское государство просуществовало более 550 лет. Если рассматривать у нас информационное справочное обеспечение второго семинара, то вы ознакомитесь с произведениями первого президента Узбекистана Ислама Абдаганиевича Каримова «Независимость культуры. От сильного государства к сильному обществу». Также вы ознакомитесь с очерками Яхли Гулянова «Первобытной культуры. Возникновение орушаемой земледели в низове Зеравшана». Также вы можете ознакомиться с учебно-школьными материалами. А дополнительную, более обогащенную информацию вы получите на сайтах в интернете www.mundrec.us, на нашем телеграм-канале www.mundrec.us, на нашем сайте www.mundrec.us, на нашем сайте www.mundrec.us.